Место своего начальника представитель Минэнерго Гульмира Мурсалова один из постоянных спикеров на слушаниях по строительству АЭС не отстояла. Пожилая женщина осталась сидеть рядом. Общественные обсуждения по поводу проекта АЭС в Алматы прошли с куда большим шумом, чем во многих других городах. Участники дискуссии едва не дрались, как за возможность просто сесть в первом ряду, так и за шанс высказаться. Сторонники и противники проекта не скупились на взаимные обвинения. Нету, товарищи, уважаемые друг друга. Это Микланов АЭС. Реклама путинского или других атомных корпораций. А что вы хотите? Давайте вопрос задавайте ученые. Ни девторсуна, ни девторсуна. Вы что, одна народ, что ли? Ученые должны говорить. Специалисты, атомщики. Они это, что их такое? Мы планируем строить... Спикеры на слушаниях не отступали от своих прежних презентаций. Гульмира Мурсалова, до этого так эмоционально отреагировавшая на нежелательное соседство, рассказала, почему строить АЭС в стране необходимо. Схожие тезисы озвучил и представитель компании «Казахстанский АЭС», который отвечает за проект. Тимур Жантикин назвал станцию оптимальным средством преодолеть энергодефицит. Ну, атомная станция, то же самое, что тепловая станция обычная, только вместо угольного котла ставится реактор. Топливо. Сказали, что мы производим топливо, поэтому для всех поставщиков мы оговариваем условия использования казахстанского топлива. Почему это делается? Проектный срок службы станции 60 лет продлевается до 100 лет. Поэтому надо надежное снабжение топливом в первую очередь. Естественно, обслуживание, подготовка кадров и так далее. Экономические эффекты. Там написано, что 60 лет бесперебойной электроэнергии. Мы уже потеряли озеро Орал, наши родители. Теперь мы сами своими руками можем потерять озеро Балхаш. Эксперт боэнергетики Асет Наурезбаев, активный противник строительства, не согласился с доводами спикеров. По его словам, проблему энергодефицита можно решить без АЭС. По заявлению правительства, в шорт-листе потенциальных поставщиков реакторов для Казахстана, компаний Франции, Южной Кореи, Китая и России. По мнению Наурезбаева, если поставщиком выберут Росатом, это усилит экономическую зависимость Казахстана от России. Энергетик также высказал опасения относительно озера Балхаш, берег которого – основная потенциальная площадка для строительства. Первое. Мы можем утратить озеро Балхаш. Это для всего народа вопрос. Готовы мы пойти на риск утраты озера Балхаш? Второй вопрос. Мы своим потомкам оставим грязные материалы радиоактивные. После работы станции через 60 лет там будет огромная гора радиоактивных отходов. Мы готовы потомкам оставить просто так? Они скажут, вот мы пришли в этот мир, а мы им говорим, вот радиоактивные отходы, надо охранять, ничего получать за это не будете. Станция уже остановилась, отработала. Вы просто должны охранять. Это второй вопрос. К народу президент не может на себя такую ответственность взять. И третий вопрос. Мы будем зависеть от той страны, которую будет нам уран перерабатывать, обогащать. А потому что Казахстан не имеет права обогащать уран. У нас нет технологии, у нас подписан договор о нераспространении ядерного оружия. И мы не можем уран обогащать. И мы должны будем ходить либо в Россию, либо в США, либо в Европу, либо в Китай. И где гарантии, что ни одна из этих стран не даст нам урана? Среди пришедших на встречу единство мнений тоже не наблюдалось. Я, как молодежь, против строительства. Потому что я вижу, все проекты, которые реализует правительство, несостоятельны. По данным специальной комиссии, на сегодня общественные обсуждения по строительству АЭС прошли в 19 регионах. Согласно процедуре, после проведения таких дискуссий во всех областях вопрос вынесут на референдум. Президент Токаев объявлял, что голосование пройдет этой осенью. Точная дата пока не определена. Атомную электростанцию могут построить в поселке Ульке на Алматинской области. Точная стоимость строительства неизвестна. Называется сумма до 12 миллиардов долларов. Большую часть этих средств Казахстан планирует занять. Продолжение следует... Продолжение следует...